БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМА АЛЯ РАСУЛИЛЛАХ АЛЯ АЛИХА АСХАБИХА АЧМАИН АММА БААД АЛЬИАРАБУ ТАКДИРИЮ На этом уроке мы поговорим о скрытом склонении. АЛЬИАРАБУ ТАКДИРИЮ ФИЛИСМИ То есть изменение окончания имени по падежам, признак которого не проявляется, а бывает скрытым, подразумеваемым. Как известно АЛЬИАРАБУ, изменение окончания слова в зависимости от воздействующего АММАНу, фактор воздействующего на его окончание, ТАГАЮРУ АХИЛИЛ КАЛИМАТИ ЛИ ТАГАЮРУ АЛЬАМАЛИЛ МУАТСИРИ ФИГИ делится на два вида. АЛЬАУЛУ ЛАФУДИИН Первое – это явное, видное изменение, то есть чей признак проявляется на конце слова, бывает видным, произносится. АЛЬСАНИ ТАКДИРИЮ НА Второй вид – скрытый, подразумеваемый, то есть чей признак бывает скрытым, невидимым, непроизносимым по той или иной причине. АЛЬКИСМАЛЬ АУЛА – первый вид, то есть ЛАФУДИИН, видно явно это тот вид Ираба, чей признак может проявиться, проявление признака которого ничего не мешает, чей признак произносится за отсутствием причин, препятствующих этому. ХУМАЛАЯМНАМИННУТКИБИХИ МАНИУММА Например, ДжАА Мухаммадин – пришел Мухаммад, РАЙТУ Мухаммадан – я видел Мухаммада, и МАРАРТУ БИММУХАММАДИН – я прошел мимо Мухаммада. Так, имя Мухаммад, ФИЛЬЮМЛАТИЛ УЛА, в первом предложении, ФААЛЛЬ ФААЛИ, ФААЛЬ – действующее лицо глагола ДжАА, являющегося ФААЛЛЬ МАДАН – глаголом прочетчивого времени. Но если ФААЛЬ, то согласно арабской грамматике, УИФКА КАВААДИН НАХВИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТАВЛЕНН В СОСТОЯННЕ РАФ В ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Поэтому мы здесь и говорим, МАРФУАН ВААЛАМАТУ РАФИ – признак ПАДЕЖА РАФ, СОСТОЯННЕ РАФ В ЭТОМ ИМЕНИЕ. АДЛОМАТИЛ ЗАХРАТУ АЛЯ АХЛИ, ЯВНОЙ ДОМА НА ИГО КОНЦЕ. ПОЧЕМУ? ЛИАДАМИ УЖУДИ МАНИАН МИН ЗУГУРИХА. Из-за отсутствия чего-либо, что могло бы помещать проявлению этой огласовки. То есть из-за отсутствия одной из трёх причин, а именно АТААЗУР – НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ ОГЛОСОВКУ БУКЮ АЛИФ, как, например, АССУМА, АЛЬГУДА, АЛЬСТИСКАЛУ – ТРУДНОСТЬ ПРОИЗНАЩЕНИЕ ОГЛОСОВКИ ДОМА или КАСР НАД БУКЮ Я, например, АРРАИ, АДДААИ, АЛЬМУШТАРИ ЗАНЯТОСТЬ ОКОНЧАНИЕ ОГЛОСОВКОЙ СОООТВЕСТВИЯ МИСТОМЕНЮ Я, Я ИДДОМИР, как, например, КИТАБИ, КАУМИ, ДАФТАРИ и т.д. Значит, слово Мухаммад, поддержанная огласовка у нас будет явной, произносимо видной, так как нет причин её скрывать. Во втором же примере, РАИТУ МУХАММАДАН, Имя Мухаммад у нас является Маф'УЛМБИГИ, прямым дополнением глагола РАА, «Видел кого что, видел Мухаммада». А как известно, АЛЬМАФУЛБИГИ МИНАЛММАНСУБАТИ, прямое дополнение относится к тем именам или к тем случаям, когда имя должно быть поставлено в состоянии насб, в винительной падеж. ЕЧБА ИКУНАММАНСУБАН, УАЛАМУТЫ НАСБИГИ, признак падежа насб в этом имени, АЛЬФАТХА ТАЗЛАХИРАТУ АЛЯ АХРИХИ, ЯВНАЙФАТХА НА ИОГО КОНЦЕ. Опять же, почему, ИНАЛЬМАТАМИ ВУЖУДИ, МАНИ АНЬМИН ДАЛИК, из-за отсутствия мешающих этому причин. И наконец, в третьем случае, В третьем случае, МАРАТУ БИМУХАММАДИН, У НАС ИМЕНЕ МУХАММАД, ПОСТАВЛЕННО В СОСТОЯНИЕ ЖАР, В РАДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖ, МАЧРУРУН, ИНАЛЬМАТА, ИЗА НАЛИЧИЕ ПРЕДЛОГА РАДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖА, ПЕРЕД ЭТИМ ИМЕНЕМ, АЛЬБА, В АЛЬМАТАМИ ВУЖУДИ, ПРЕЗНИК ПАДЕЖА, В ЭТОМ ИМЕНЕ, АЛЬКАСРАТАЗЗАХРАТУ, АЛЬА АХРИ, ЯВНЫЙ КАСРА НА ИО КОНЦЕ, ЛИМАЗАЛЬКАСРАТУ, ПОЧЕМУ КАСРА, ЛИАННА ХУСМАН, МУФРАДУН, МУНСАЛИФУН, ПОТМУ ЧТО, МУХАММАД, Это у нас имя единственного числа, принимающее ТАНУН, или, скажем, имеющее на конце ТАНУН, АЛЬМАЗА КАНАТИЛ КАСРАТУ ЗАХИРАТАН, А ПОЧЕМУ ЗИСЬ В ИМЕНЕ МУХАММАД, КАСРА является явно видимой, произносимой, ЛИАДАМИ ВУЖУДИ МАНИАН МИН ЗУХУРИХА, ТАК КАК НЕТ НИЧЕГО, ЧТО ПРЕПЯСТВОЛОБЫ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОЙ ОГЛОСОВКИ, То есть, из-за отсутствия этих трёх причин. Приведём пример из Корана, для АЛЬАРАБУЛЛЯФЗУЮ, для явного склонения. Например, КАЛЬ НУХАН, НУХА АЛЕЙХИССАЛАМУ, сказал, ИННА АРСАЛЛНА НУХА, Поистине, мы отправили НУХА. В другом аяте, КАЗЛАБАТ КАБЛЯХАМ КАВМУ НУХАН, Раньше них посчитали лжецами, то есть посчитали посланникам лжецами, народ НУХАН. Так, в первом предложении, КАЛЬ НУХАН, НУХАН, ФААЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕ ЛИЦО, МАРФУАН БИЛ ДОМАТИЗЗАХИРАТИ АЛА АХИДИ, поставленный в состояние раф, именительный падеж, признаком чего является явная дама на его конце. Во втором же предложении, ИННА АРСАЛЛНА НУХАН, НУХАН, ЭТА МАФУЛЬ БИГИ, прямое дополнение, МАНСУБАН БИЛ ФАТХАТИЗЗАХИРАТИ АЛА АХИДИ, в состоянии над обвинительным падеже, чьим признаком является явная фатха. Ну а в третьем случае, ИННА АРСАЛЛНА НУХАН, ИМЕН АРСАЛЛНА НУХАН, это МАДАФУН ИЛЕЙХА, вторая часть, изофятной связки, изофятного сочетания, МАДЖРУРАН БИЛ МАДАФИ, поставленный МАДАФУМ, первую часть изофятного сочетания, то есть словом, в состоянии АДЖАР, в родительном падеже, в АЛАМУТУ ЖАР, признак падежа жар в этом имени, АЛ КАСРАТАЗЗАХИРАТА АЛА АХИДИ, ЯВНЫЙ КАСРА на его конце. Аллаху АЛАМ.